Итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год перед Одинцовскими депутатами представил начальник окружного управления внутренних дел Игорь Лопатин. Он рассказал об основных преступлениях, совершенных на территории муниципалитета, в том числе направленных на причинение вреда здоровью, мошенничествах, обороте наркотиков, подростковой преступности и иных правонарушениях. Всего за 12 месяцев 2022 года выявлено 884 подростка, совершивших общественно опасные деяния. Также выявлено 19 преступлений в отношении семьи и несовершеннолетних. Благодаря слаженной работе всех служб и подразделений управления в целом удалось обеспечить стабильные результаты. Также были озвучены и приоритетные направления на 2023 год. Борьба с преступлением с керем мошенничеством, борьба с наркопреступностью, противодействие коррупции, борьба с преступлением против государственной власти, профилактическая работа с несовершеннолетними, противодействие экстремизму и терроризму. Одной из главных тем, выдвинутых на обсуждение Совета депутатов, стали изменения в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Увеличены расходы на строительство пристроя средней общеобразовательной школы номер 8, город Одинцово по улице Вокзальная, в сумме 241 миллиона рублей за счет средств бюджета округа по инвестконтракту. На переселение жителей из аварийного жилого дома по адресу Большие Веземы, улица Институт, дом 5 предусмотрено дополнительно 53 миллиона рублей. Также запланированы средства на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений объектов культуры и доп. образования, на благоустройство и содержание общественных территорий, строительство детских игровых площадок и иные нужды. Доходы бюджета округа составят 36,5 миллиарда рублей, расходы 39 миллиардов рублей. С 1 июля 2023 года изменится размер платы за содержание жилого помещения по договорам социального найма и найма жилых помещений для собственников, которые до этого времени не примут решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не установят размер платы за содержание жилого помещения в МКД. На сегодняшний день у нас получены графики по проведению собраний. Эти собрания будут проводиться с февраля по апрель включительно. И данные собрания будут в том числе использованы при определении платы после 1 июля 2023 года. Для управляющих организаций индекс роста составит 9%. Средний тариф будет установлен в соответствии с постановлением администрации в размере 45 рублей 6 копеек с квадратного метра. С учетом всех удобств, которые есть в среднем доме – лифты, мусоропровод, газовые приборы и полное благоустройство. Также депутаты заслушали доклады на другие темы. Большинством голосов все пункты повестки были приняты. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.